Нафися Машкова, бизнес-психолог, эксперт по отношениям. Я бы еще добавил бы сюда предприниматель, блогер в какой-то степени, публичная личность, человек, который умеет вдохновлять вне зависимости от пола. Но я знаю, что к тебе больше девушки приходят. Ну да, больше работают с женщиной, с прекрасным полом. Но так было не всегда. Я помню, что ты рассказывала, что ты вышла из... Ну, как бы не вышла из отношений, а именно ты выросла в отношениях, получается. То есть был некий, ну я назову это затяжной период. 15 лет. И потом что-то произошло, и ты смогла раз и превратиться в другого человека. Это было и визуально тоже заметно. Где-то я встречал фотографии. Расскажи, что тебе помогло все-таки именно найти себя, найти свою силу, несмотря на то, что инерция была очень сильная? Ну, в 33 года я поняла, что я не хочу так больше жить, как сейчас я проживаю. Вроде все есть. Дом, работа, муж, дети. Но счастья в душе нет. И вот эти ссоры, какие-то претензии, обиды, я поняла, что это ненормально. Нужно жить по-другому. И хочется радоваться этой жизни. И я стала искать знания, как обрести себя, ту самую целостность, да, чтобы не ползать, а летать. Вот для меня было это, наверное, отправной точкой, что я себе сказала. Все, я перестаю ползать, я хочу летать. И 10 лет поиска знаний, информации, обучений. И еще один важный момент. В отношениях я сказала себе, что я не буду менять мужчин, перебирать, потому что я буду наступать на одни и те же грабли. Я попробую выстроить отношения с тем мужчиной, которого выбрала и отправила в армию. Именно с ним я уже 26 лет строю отношения. Вот у меня мурашки по телу. Я, к сожалению или к счастью, я не смог именно вот этот момент в своей жизни сохранить, грубо говоря. Мы развелись. Вот, у тебя другой опыт. Я много слышу разных, скажем так, историй у других девушек. Кто-то там развелась, я счастлива, кто-то развелась и, может быть, не очень. Но вот ты именно выбрала именно сохранить. Что конкретно тебе помогло вот в этом укрепиться? Вероятно, вокруг были какие-то другие мнения, типа вали от него там или еще что-нибудь такое. Что тебе помогло? Да, очень часто, говорит, семья, близкие говорят, разводись, найдешь другого. Но я считала, что если я встретила этого человека, я его выбрала, я его полюбила. И нет там, знаешь, такого жесткого абьюза, рукоприкладства или алкоголя. Нет, обычная семья. То что-то возможно возродить. Где мы потеряли ту самую любовь, те искры в глазах, когда мы делали с ним первые свидания, да, первые прогулки под луной. И я стала это возрождать, только веря в то, что я выбрала правильный человека. Сердцем чувствую, что я сделала правильный выбор. Несколько шагов по нафисе. Кстати, очень удобно, тебе не надо даже твою фамилию говорить, имя достаточно, чтобы уже понимать, о ком речь. Да, несколько шагов по нафисе, как перейти от предыдущей версии тебя, но, скажем так, это и внутренне, и внешне, это все, это было заметно. Очевидно, скажем так, что это кардинально другой человек. К настоящей версии тебя, вот, несколько шагов. Что помогло к этой прийти в версии? Какие-то шаги, может, какие-то вопросы? Что может вот та девушка использовать в своей жизни? Первое, это, ну вот, это банально, как полюбить себя, да, но это однозначно полюбить себя, научиться говорить «нет», выстраивать личные границы и чувствовать свои интересы и свои желания, то есть следовать им. Второе, это постоянно спрашивать у тех, кто уже прошел какой-то путь совета, как туда прийти, потому что ты понимаешь, что ты варишься в своих проблемах и не видишь выхода. Я шла обучаться к расставникам, и я всегда слушаю людей, которые уже получили опыт, и есть результаты у них. И третье, это обязательно заниматься своим телом. Спорт, питание, движение, иначе не будет энергии что-то делать, и возрождать ничего не захочется. Ты просто будешь без сил. Вот, кстати, ты ответила на мой вопрос касаемо спорта. Был ли спорт, или просто ты мысленно, там, ментально протрансформировалась, и все пошло? Я включала периодический спорт, честно говоря, недисциплинированная. Периодически, когда чувствовала, что я опускаюсь по энергиям, я включала пешие прогулки, это либо спортзал, либо бассейн, периодически, чтобы поднять свою энергетику. Иначе можно просто залечь на диван и остаться в этих проблемах. Да, да. И любить себя, полюбить себя, принять себя. Вот что помогает в этом? Это очень такой, знаешь, глубокий вопрос, полюбить себя, потому что все про это спрашивают, но не понимают, как это. Полюбить себя, это, во-первых, узнать, какая я. То есть мы все рождаемся с определенными талантами, способностями, чертами характера. И вот принять ту нафисю и хорошую, и плохую, и белую, и пушистую, и наоборот, иногда злую, агрессивную, да, и больную, уставшую. Вот это и есть полюбить себя. Принять себя целиком, такой, какой ты есть. Видеть свои минусы и над ними работать. Не обвиняя других. Супер. Вот на этой ноте мы завершим. Благодарю тебя. Да, любите себя из этого изобилия, любите других. Спасибо. Тебе классное выступление. Да, спасибо. Спасибо.